добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марии мистик сегодня 29 декабря 2021 года у нас сегодня день рождения энтони и я хотела в этом видео сделать поздравление тони его сестры энтони у нас сынок юленький вот наша юленька красотуленькая на его мамочка и в январе мы ждем детишек от нашей юли вот сыночек наш что не именинный пирожочек поздравляем его сестру эврику с днем рождения им сегодня исполнилось два годика а также братишку эшли да им сегодня два года мы сейчас обязательно будем угощать вкусняшками поздравлять тони и я в этом видео хотела по просьбе друзей и подписчиков моего канала показать кормление агамок насекомыми и других моих питомцев такие видео многие из вас очень любят кормление моих питомцев и вот в связи с тем что здесь у нас освободилось много места я пригласила к нам сюда погулять нашего крольчонка яшку но вот мишуту я не ожидала ее реакцию у нее реакция на кролика она его видит первый раз жизни скажем так нет ну если честно не первый раз жизни нас через решетку их видит каждый день они ее нюхают тоже поэтому кролик ее не боится но я не ожидала что у миши реакция на кролика буквально как на барона скажем так если честно я хотела показать кормление крольчонка они очень потешно кушают а вот но сейчас возможно я вкусняшками переключу мишу кролика на вкусняшки но пока вот она кролику не дает тут вообще никакого проходу я такого не ожидала поэтому собственно говоря вот немножко скажем последовательность в нашем видео сбили начинать я хотела все таки конечно с именинника нашего энтони но в общем вроде миша поспокойнее хоть немножко шаг кролик удаст сделать так нам вчера папа при привез целый мешок вот такой огромной свежего ароматного сена которым я угощала вчера всех своих питомцев очень любят у нас сена наши песчанки очень любят у нас сено закапываться в сено черепашки и если честно даже наши чихуашки вчера у меня просили воровали сено потому что она правда очень ароматная конечно же в первую очередь кролики они травоядные не грызуны и это их основная пища это сено и собственно говоря когда я угощала всех своих питомцев свежим ароматным сеном запах лето запах я специально себе в комнате поставила этот мешок с сеном я обожаю этот запах свежего сена он напоминает мне сразу лето и вызывает у меня только положительные эмоции но тем не менее значит чихуашки у меня тоже поворовали сено они его даже ели насколько я видела ну конечно но пахнет летом она пахнет улице сейчас зима декабрь и такие ароматы они действительно навевают очень приятные воспоминания о тепле солнышке природе свободе у нас еще тут поют сверчки я кстати сверчкам тоже добавила сено потому что ну я не знаю я так довольно вот всегда вот этот аромат сена мне ассоциации только самые самые приятные поэтому наши черепаши уже сидят тут все в сене они построили из него домики у них сегодня тыковка вот такие наши черепаши да очаровательные никто у нас спячки не впадает все бодрые активные веселые вот такие вот стога сена я им специально добавила потому что они в него забираются закапываются строят гнезда наш яша пыталась снимать его ночью поел но как-то плохо вот тут видно что насекомых он поел в песочек не ходил видно по отпечаткам в песочке нравится ему этот плед вот у нас яша вот так тепло видимо я же смотрите он даже не завернулся в клубочек и наш папа уже поехал в город за нашей дашей то есть сегодня вечером будет видео про нашего а я чё говорю василия извините я уже я шиваю вася меня мишка отвлекает и напрягает тем что она при пристает к нашему кролику яшке я уже васю яшей называю я просто нервничаю потому что не знаю реакцию если честно крольчонка но крольчонок вроде бы ведет себя спокойно василий покажись красавчик ты наш полночи я василия караулила пойдет он гулять не пойдет в два часа ночи он вышел и стал бегать в колесики я решила его поснимать на камеру на что василий мне сказал нет отвернулся попочка я убрала подсветку решила подождать немножко думаю ну свету беру может быть начнет бегать в колесики нет василий у нас просто лег спать в колесе демонстративно и сказал что я не готов вам позировать на ваши фотосессии когда сегодня приедет к василию даша я хочу вечером посадить их вместе и попробовать ну посмотреть на их реакцию на ночь и их оставлять вдвоем не буду я думаю что василий как истинный джентльмен уступит даме свой новый стеллаж для василия мы на днях построим новый такой же стеллаж у нас как раз заготовлены доски на постройку второго такого стеллажа чтобы у даши и васи были одинаковые вот большие домики мне нравится мне кажется они очень удобно здесь все помещается и самое главное для ежа это есть место побегать по по скажем своему домику во время его активности и бодрствования так все ваську закрываем не будем ему доставлять дискомфорт ему тут судя по всему тепло он даже не сворачивается в клубочек переночует у нас василий вот в этом террариуме он первую ночь пережил в нем и ничего еще ночь переживет а дальше уже скажем так построим для васи новый стеллаж даша наверное останется вот в этом потому что он такой весь у меня с цветочками украшены мне кажется очень такой для девочки девочки вот я так думаю ну посмотрим это все дело такое но слава богу миша вроде поспокойнее себя ведет так я думаю что дашу поставлю напротив василия вот сюда стеллаж но это пока у меня такие планы или наоборот на другую противоположную сторону посмотрю посмотрю на слава богу ты успокоилась давайте все-таки начнем поздравлять нашего именинного пирожочка вон он там обрадованный бегает мишу то вроде оставила кролика в покое я могу теперь спокойно перейти в эту часть комнаты нет миша миша не успокоилась так я уже приготовила вкусняшки это для агамы у блефаров попугаев черепашки у нас здесь вот афродита и геркулес я им тоже посмотрите как много сена добавила да 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 и даже нашим сверчкам вот я кайфовала сегодня всю ночь от этого запаха у меня в комнате аромат этого сена свежего обожаю этот запах вот для чего афродита продолжает доставать геркулеса своей любовью и я думаю что ему так проще будет спрятаться от афродиты в это сено вот такие большие вот стога тут на я им специально в разные углы террариума добавила во-первых черепашки и едят сено то есть они стачивают свой клювик об это сено вот и могут спрятаться построить домики потому что уж очень афродита любвеобильная у нас девочка да агамки как всегда ждут кушать но сначала агамкам будет предложено тыковка затем уже будем переходить к кормлению насекомыми и я думаю что может быть миша отвязалась от яшки я сюда сейчас добавлю тоже вкусняшек для наших чихуашек ну тонька тут разыгрался с души вот у меня как раз припасем для этого знаменательного события подарок от и рис очки от мамы риски это нарезка говядины деревенские лакомства которые очень понравились нашим питомцы вчера все это кушали и сегодня я буду угощать именинника тони его мамочку конечно не было бы юли не было бы у нас и тони папа тонечки это министр а также поздравляем эврику и эшли так мишу то оставь ты кролика в покое так меня это миша отвлекает у меня даже мысли извините заговариваюсь так тонька держи проще вот так уже накидать им этих вкусняшек асику обезлить о мишу то оживилась мишу то уже с нами вот слава богу потому что кролику я сейчас тыковку туда брошу чтобы он у меня там нечего такого войны пасек извини ничего такого противного кушать он ничего там проводов у меня нету так вот когда начинаешь снимать видео о всех моих питомцев особенно кормление возникают какие-то трудности вечно скажем так сбиваюсь смысле заговариваюсь уж меня извините делаю какие-то незначительные оговорки в именах потому что вот переключается внимание мне говорю одно глазами контролировать пытаюсь все что тут вокруг меня происходит так вот сейчас для яшки я ему туда тыковку предложу так для чихуашек у меня тоже тыковка есть так чихуашки едят вкусняшки все киса давай у нас вкусняшку упал это тыква кролику я вам кролик кролик поезд тыкву и вы поедите тыкву мой какие у вас не просто так яшка давай-ка смотрите какой яша стал яркий яркий при яркие потому что они живут у меня сейчас крольчата на веранде у нас осталось 4 крольчонка на продажу это все мальчики миша да дайте кролику то угоститься они так славно кушают но вот миша нам ничего с вами не даст посмотреть так здесь вроде все при делах давайте еще добавим тыквы и тогда я смогу начать кормление гамма углифаров а кстати я вчера попугайчиком нашим тоже добавила сено во первых я им гнезда добавила специальное вот такое вот волокно называется для строительства гнезд сейчас покажу вот так и я подумала что я им тоже добавлю сено может быть они станут строить гнездушки из этого сена ну вдруг или хотя бы в нем пока пашется и в принципе доставит это им просто удовольствие как развлекушка как игрушка так вот такое у меня от фирмы бенилюкс называется лен катон хлопок специально для строительства гнезд птичкам вот песчанкам предлагала они как-то не очень оценили так сейчас 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 все хотят кушать ну что давайте вам еще печеньки отдадим остатки тут раз уж праздновать так праздновать что-то уже подольше чем-то были заняты а миша опять у яши да вот у меня еще остались печеньки подарки тоже ой много вам получилось ну ладно день рождения а миша сразу заначки слава бог хоть только оставить спокойно так извините пакетики хрустят так вот такой вкусный подарок от мамочки риски печеньки тип бит десерт с мясом ягненка я такие печеньки покупала своим чехуашем они едят с удовольствием и никаких отрицательных реакций на эти угощения не было наших собак еще такие брала печеньки для чехуаш выглядит по другому упаковка сыром по моему ли там что-то вот такое миша скорее заначки на кровать не таскает вот миша она всегда такая плюшкина на нас так тыковка для чехуах тыковка для аган у черепашек ты миша оставь кролика в покое я не ожидала если честно дорогие друзья реакцию миши на кролика хотела просто показать как миленько крольчонок кушает тыкву раз уж нас сегодня видео тема такая кормление а у нас еще и день рождения значит угощение вкусняшечки вот такой стол у нас и мясные вкусняшечки печенье и тыковка соседней комнате тоже самое тыковка у всех 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 вы видите отсюда переселила пигмалиона и персюша в соседнюю комнату потому что значит киса должна рожать у нас дня на день 28 числа было 60 дней с момента первой вязки то есть чехуашки могут носить 61 день 63 дня могут меньше поэтому меня сейчас все мое свободное время уделено конечно же беременной кисуле которая скоро должна рожать на чем там занята наша миша не шутонька ну оставь ты кролика в покое вот тыковку он есть те второй кусок тыквы миша было два куска тыквы миша миша это не тебе тыква я тебе дала тыкву вот что же за миша а вот она уже уворовала уворовала так давайте попробуем яшку сейчас угостить мишут ну мишут но сейчас тебя выкину в другую комнату тоже ничего хотела показать какой у него стол носик посмотрите какой яркий яркий как бабочка на носу у нашего яши миша там рядом тыквы вагон водичку яшки поставила совершенно такие у нас спокойные кролики может быть потому что они привыкли клетка до водичку попить в обе пьют как котята из мисочки миша вот у миши то воды нет вот у миши то воды нет да дайте кролику попить какая-то вредная замок а скажи кролик как ты смешно пьешь ты тыковку любишь я знаю миша ну миша господи на миша на тебе тыкву на что кролика в покое но миша вредная миша даже свои вкусняшки не хочет и надо кролика я конечно яшке могу сено предложить но я представляю что тут устроит миша персюши с пигмалионом просится в эту комнату обратно плаксы так и пускаю потому что они когда я их запускаю в эту комнату пигмалиона и персея сразу пытаются забраться ко мне на кровать они плачут постоянно всю ночь и просится на кровать на кровати их не пускаю у меня там беременная кисуля со мной находится которая должна быть спокойна которая должна строить тоже гнездышко и готовится к родам да скажи я буду вам деток рожать поэтому мне надо быть спокойной а не драться с конкурентами за постельку а гамки сейчас будут также угощаться сначала тыковкой затем насекомыми мы скажем уже ждем может тут мы уже здесь мы уже здесь мы уже тут всем даю всем даю я наконец-то научилась резать тыкву тонко-тонко и окном кому очень удобно пойдемте все кушать самостоятельно будем нет не отнимать друг у друга не отнимать неудобно одной рукой в кадр в камеру смотреть одной рукой кормить не теремся и угли фарм овощи не нужны они у них не усваиваются поэтому и ушки у нас кушают только насекомых осенька у тебя вообще там всего подряд не отнимая друг у друга а еще в этом видео я хотела сказать что лилуша доехала до дома в москву с леночкой они у меня уже прислали смс-ку что все у них хорошо они в восторге от лилуши и лилуша ведет себя хорошо и доехали хорошо что все здорово и замечательно а я еще раз леночке хотела сказать спасибо за нашу дашу спасибо за подарки для нашей дариши лена купила дариши мышонка мышонок такого серенького цвета очень похожего на лилу и ударишь и вчера был день рождения и когда леночка пришла забирать лилушу она даришки сказала дарина я одну лилу забираю а вторую лилу тебе оставляю меняю горит одну лилушу на вторую лилушу и даришка не плакала была счастлива а то даришка только начнет привыкать к щеночкам только начнет их кормить укладывать спать играть с ними и тут же щеночки от нее уезжают даришка плачет расстраивается говорит куда дели аву а лилу она уже прям на называла по имени лилу все там кормила ее спать укладывала вот поэтому сегодня гадаришки поехали мышки песчанки папа повез их на продажу остаются у катюшки там немножко у нас осталось песчанок которые не нашли себе новый дом под новый год но сейчас как раз вот очень очень много желающих приобрести песчанок под новый год и мы тут уже не можем ездить за вперед у нас киса беременная да потом будет юля рожать потом ума и то не а красотуля вот пожалуйста какие дети у нас получаются от юли красотули вот такие тонкие у нас еще милочка живет тоже красивая девочка у милочки будет день рождения 3 января будем его праздновать я покажу юлечку и милочку какая мило стала красивая так переходим к кормлению насекомыми наших программах насекомых я всегда перед кормлением вот в такой баночке обсыпаю вот таким образом это важно для растущих программ поэтому коврик у меня вот такой не очень чистый не обращайте внимание исключительно из-за того что этот кальций потом обсыпается на этот коврик ничего страшного так минутку у меня банка закрылась как следует мы готовы мы готовы сейчас у меня агамы начнут кусать прям банк обожаю так понеслась все я им не буду сюда высыпать здесь еще пойдут для ушек оставим теоретически наш василий и дарья ежики должны вот так же реагировать на насекомых а вот так же их бегать и ловить в природе они самостоятельно добывают себе пищу а здесь конечно у нас в искусственных условиях мы им все предлагаем но тем не менее это их нормальное состояние добывать себе пищу самостоятельно ловите и они с пинцета вот тараканчик в воду попал не ловить их тут господи не получать их с пинцета ловить их самостоятельно так таракашка вылезает сейчас утонешь но утопили таракана давайте мы отсюда вот так тараканы не плавают они сейчас утонут таракан вылезай так миша все-таки гоняет яша он плавает тараканчик доставает его из воды я его не вижу эти таракашки прячутся в разные укрытия агамки охотятся на них ну как подросли наши агамки у меня не хватает времени измерить и взвесить нам четыре месяца было в декабре мы растущие малыши еще один бассейн у вас плавает ой какие скандали скандалюшки соседней комнате у нас вот почти все мы поймали скажи да чуть-чуть осталось где-то найдем потом и забираемся в обратную позицию под лампу ждать когда еще нам дадут линяем растем так что с агамками у нас все здорово и замечательно прекрасно кушаем линяем какие яркие становимся после линьки что с толстым пузом не забраться на домик что скажи поели говорит давайте добавки добавки ждем есть есть еще в бассейне плавали у вас ищите ищите на хвост друзьям не отъедаем так теперь остатки насекомых добавлю нашему блефарам несмотря на то что они вечерние жители я добавляю живых насекомых они сейчас спрячутся от и ушек а к вечеру и ушки найдут а может быть даже и сейчас кто-то выскочит покушает вот у нас был сидит красоточка так да давайте таракашки выгибайте оп 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 все выбежали почти все таракашки выбежали вот с лавушками не так интересно они не такие вот скажем так охотники как агамки они такие вот они Так, скажет, ракашки бегут, ракашки бегут. Выходите, господа, к вам пришла еда. Угу, там в домик уже забежали тараканы, поэтому и ушки там уже кушают. Ах, кто меня царапает. Ксюша, тебе что, мало дали, что ли? Вся комната вкусняшками заполнена. Ну вот, кто-то там уже словил тараканчика в домишке. Так, пусть и ушки занимаются охотой. Так, 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 ребята. Теперь я хотела угостить семенами тыквы наших попугайчиков. Тыковка у нас идет хорошо, ну ура. Едят у нас тыковку все. И чихуашки, и черепашки, и агамки. И попугайчики. И вот такие семечки едят у нас песчанки. Это из тыквы я сама просто подсобираю. И так, нет ничего, кролик еще жив. Ничего, пока Миша с ним не набитокурила. Так, теперь нашим птичкам семена будем предлагать. Так, где-нибудь тут насыпаем. Оп, 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 птичкам. Птичкам очень нравится в лапку брать это все. Здесь немножко даже остается с такими прожилочками. Вот, тыквы. И вот им нравится это все перебирать, да. Вот им какой сток сена сделала. Во-первых, вкусно пахнет. Во-вторых, пусть у нас они тоже поразвлекаются, поперебирают. Вот здесь такой же сток сена у Лерочки, Валерочки. Кормление муравьишек нет смысла показывать. Муравьи живы, формикарий. Стоит у меня около компьютера. Муравьи едят зерна мака, маковые зернышки. Вот, но в принципе мы это не сможем посмотреть, потому что это как-то вот все происходит у них достаточно незаметно. А вот попугайчики, да, они интересно кушают. Они все это берут в лапочку, все это разбирают, перебирают. Вот, так. Миша там уже откуда-то скоммуниздили. Господи, это Миша. Вот, песчанок угостим обязательно семенами. Тыкву свежими, семена тыквы, они ароматные. Едят их все сюда. Куда тыкву-то дели, Миша? Вот я не верю, чтоб Яша это съел. Куда Миша утащила Яшкину тыкву? Всем давали тыковку, и Миша тоже. Яш, ты в шоке. Я верю. Яшки такая красивая, бабочка на носу. Дорогие друзья, 5 секунд, и видео закончится. Всем пока-пока, и до новых встреч.